Бисмилляхи рахман и рахим. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Ассаляму алейкум. Сегодня наш выпуск полностью посвящен современным тенденциям в одежде мусульманок. Мир вам! Продолжается лето. Героиня нашего первого сюжета Азиза Марсова проводят эти жаркие дни в воды и выбрала купальный костюм Буркини в соответствии с канонами религии. Смотрите репортаж нашего корреспондента Алексея Поповича с мест массового отдыха казанцев. Казанская школьница Азиза Шарфудинова выросла в мусульманской семье. В качестве хобби под ником Азиза Марсова она ведет свой блог в сети интернет. Видеодневники девушки в хиджабе пользуются популярностью. На самом деле моя жизнь особо не отличается от жизни моих друзей. Особенно что касается интернета, потому что я веду свой видеоблог на ютубе. У меня там уже 7 тысяч подписчиков, у меня есть инстаграм. И все спокойно, родители не имеют к этому никаких претензий. Я рассказываю о своей жизни, о своей одежде. Это людям интересно. Оказывается, многим интересно, как живет молодая мусульманка в хиджабе. Что покупает, где путешествует, какие книги читает, о чем мечтает. Во время летних каникул Азиза решила рассказать своим подписчикам, как мусульманки могут купаться на общественных пляжах, не нарушая предписания ислама. Свой очередной видеорассказ она посвятила мусульманскому купальнику Буркини. В этом году я решила все-таки попробовать и купила его. И мне понравилось, оказалось довольно комфортно. Не хочется ни раздеться, ни еще больше закрыться. В принципе, в воде я чувствую себя достаточно комфортно и движение не сковывает. В казанских специализированных магазинах для мусульманок Буркини не редкость. Всегда можно найти несколько моделей на любой вкус. Обычно этот костюм для плавания состоит из туник с капюшоном, брюк и головного убора. Буркини, они рассчитаны на 10-15 лет, так как не боятся ни соли, ни хлора, достаточно долговечные. Специально созданные ткани, итальянский принт, который не впитывает воду и вода стекает моментально. Этим и удобно. Буркини, как и обычные купальники, бывают самых разных расцветок. Очень темные Азиза носить не рекомендует. Она считает, что одежда молодой мусульманки должна быть яркой и позитивной по цветовому решению, но скромной по фасону. Все-таки лучше просто покупать светлые и спокойные цвета. Часто встречаются буркини именно с лосинами, которые облегают ноги. Но на самом деле это по исламу недопустимо. И вот мое предпочтение, это именно такой буркини, в котором я купала сейчас, с широкими штанами и с резинкой на талии. Девушкам, которых интересует весь ассортимент пляжных костюмов, Азиза рекомендует обращаться в интернет-магазины для мусульманок. А как правильно выбрать буркини, бывалый блогер знает не понаслышке. Нужно обратить внимание, чтобы снизу был специальный подклад, так как вот я сейчас купалась, и там был специальный подклад, я выходила из воды и ничего не прилипало. Желательно, чтобы была вот та же самая резиночка, потому что я ее затянула, и в воде, когда туника приподнималась, она не давала ей уйти дальше талии. И, в принципе, чтобы на штанах тоже внизу была резинка, чтобы они не задирались. В буркини Азиза с подругами спокойно купаются на общественных пляжах. Но юные мусульманки стараются выбрать места, где отдыхающих не слишком много. К девушкам в буркини на пляжах Казани относятся с пониманием. Да нет, мы просто приезжаем на пляж и спокойно купаемся. Однажды я приехала на пляж, и там была девушка в бирюзовом буркини, это выглядело очень мило, мы поздоровались, пообщались с ней. Азиза для того и ведет свой видеоблог, чтобы рассказать подписчикам, что молодые мусульманки живут ярко и интересно. У них есть возможность отдыхать и заниматься спортом, не нарушая предписаний Всевышнего. Алексей Попович, Наиль Сирозидинов. Мир вам из Татарстана. Для беседы о трендах будущего сезона и о том, как можно адаптировать светскую одежду для женщин-мусульманок, я отправляюсь на встречу с художником-модельером и стилистом Дилярой Садриевой. Ассаляму алейкум, Диляра. Мир вам. Алейкум ассалям, Динара. Вы являетесь генеральным представителем Международной палаты исламской моды и дизайна, а также экспертом. Расскажите, пожалуйста, чем занимается ваша организация, какие цели и задачи преследует? Это международная организация и глобальная платформа для того, чтобы индустрия модестфейшн, благопристойная моды, развивалась эффективно. Одежда – это же определенный код, мы все знаем, и она очень хорошо отражает те процессы, которые происходят в мире, в обществе, даже в политике. Сейчас мы имеем офисы в Дубае, в Милане, в Киптауне, в Стамбуле, в Оттаве и в России. Во всем мире растет огромное количество мусульман, новое поколение мусульман, поколение миллениум. И в связи с этим произошли некоторые изменения и в исламской моде, в мусульманской моде, потому что растет большое количество мусульман в Европе и происходит интеграция. В то же время очень большое количество неохваченного потребителя в странах Ближнего Востока. И мы наблюдаем большой бум в индустрии, как мы сейчас называем модестфэшн, благопристойной одежды, так как параметры, которые предъявляют мусульманские потребители к своей одежде, они очень схожи с потребителями других конфессий или просто потребители, которые предпочитают более закрытую, скромную одежду. И поэтому многие производители задумались об этом, как же наиболее эффективно удовлетворить запросы этого быстро растущего потребителя. Здесь можно говорить о взаимопроникновении культур, когда одна традиция дополняет и обогащает другую. Да, мне кажется, это очень важный мостик с помощью красоты, с помощью культуры, как раз находить те точки соприкосновения для установления положительных и каких-то взаимообогащающих контактов. Но для того, чтобы действительно понять, что же хочет носить современная мусульманка, какой её образ жизни, что она хочет донести миру, для этого очень важны как раз и те коллаборации с представителями мусульманского мира и дизайнерами, и производителями из мейнстрима. А чем занимаетесь конкретно вы в России? Моя задача, конечно, раскрыть, наверное, наших дизайнеров, представить их миру. Это одна из задач. И наиболее важной задачей, я считаю, донести перспективы этого рынка, перспективы этого потребителя для представителей мейнстрима фэйшн. Мы хотим показать, что этот потребитель есть, и он очень обширен и многообразен в нашей стране, потому что у нас очень глубокие культурные корни и религиозные корни. Большое количество мусульман проживает в России, причём стили очень-очень разнообразные, исходя из различного исторического, культурного контекста мусульманских народов России. И, конечно же, мы имеем большое количество соблюдающих христиан, которые тоже могут быть потребителями этой одежды, и они тоже хотят одеваться современно, достойно и... Скромно. Скромно, благопристойно. Конечно, как я уже сказала, благопристойность, она к лицу всем. Сразу хочу заметить, что не совсем это дело дизайнеров или стилистов указывать степень закрытости той или иной девушки. Мы не являемся полицией нравов. Каждый волен выбирать ту одежду, какую он хочет. И наша задача предоставить разнообразие, выбор, а в каком контексте и кто её наденет, выбирать лишь потребителю. Диляр, давайте поговорим о будущем. Что модные дизайнеры предлагают нам на будущий сезон? Какие тренды? Трендов сейчас, как и в любом сезоне, несколько. Но я предлагаю всегда каждой девушке всё-таки понимать, что наилучшим образом подходит именно ей. Изучать себя, не следовать слепо моде или трендам, чувствовать какую-то собственную индивидуальность. Сегодня я подобрала несколько комплектов, в которых как раз присутствуют современные тренды, цвета в небольшом количестве. И расскажу, как можно грамотно это использовать, чтобы образ был гармоничным и отвечал тем требованиям, которые необходимы. Диляра, я предлагаю закрепить нашим зрителям полученные знания и посмотреть модели одежды, которые вы приготовили для нас. В этом функциональном комплекте для города, для современной девушки, молодой женщины, я объединила сразу несколько модных трендов сезона осень-зима 2016-2017. При использовании монохромной гаммы, как мы сейчас видим, головной убор и нижнее платье розового цвета, я использовала различные фактуры. Одним из очень горячих трендов является велюр и бархат. В комплекте в обуви мы видим, насколько это может украсить и обогатить, и подчеркнуть актуальность наряда. Длинное пальто я рекомендую девушкам, которые всегда ходят в длинных платьях, в юбках, потому что это не укорачивает фигуру и смотрится очень гармонично. Глубокий разрез тоже является одним из трендов следующего сезона. Таким образом, собрав сразу несколько очень популярных трендов будущего сезона, мы составили этот комплект. Спасибо, Саида. Сейчас мы посмотрим следующий комплект. Я намеренно выбрала сегодня все три комплекта с брюками, потому что наступает осень, а это значит слякоть, грязь, и не очень бы хотелось видеть наших девушек с грязными подолами. Пальто УВСАС не сдает своих позиций, и по-прежнему популярно в этой сезоне. Здесь я выбрала пальто очень сочного зеленого цвета и дополнила его рубашкой. Обратите внимание, как мы сочетали узкую полоску на отворотах пальто и крупную на рубашке. И, конечно, основной изюминкой и украшением комплекта, я считаю, является вышивка. Очень и очень популярная во всех коллекциях модных домов. Хочу обратить ваше внимание на лампасы на брюках. Очень пикантная, интересная деталь. Очень модная. Она всегда очень вытягивает фигура, как и любые вертикальные линии. Благодарю, Саида. Давайте перейдем к следующему комплекту. Я думаю, в таком образе девушка будет выглядеть абсолютно безупречно в любой ситуации. В данном комплекте я использовала такое модное и в то же время очень подходящее нам сочетание, как брюки и юбка. Но так как юбка добавляет 10 горизонтальных линий, тем более в комплекте с укороченным свитшотом, я исправила эту ситуацию, добавив украшения. Дополнительные вертикальные линии украшения, длинного украшения и платка как раз вытягивают образ и выравнивают пропорции. Спасибо, Саида. Большое спасибо, Диляр. Я думаю, для всех наших зрителей был интересен ваш показ и полезны ваши советы. Я благодарю за приглашение. И я очень надеюсь, что кому-то эти советы очень пригодятся и действительно улучшат каким-то образом их жизнь. Иншаллах. Иншаллах. Согласно требованиям шариата, женщины не только покрывают голову платком, но и закрывают лицо никабом. Спрос на одежду такого стиля есть и в России. А как известно, спрос рождает предложение. Смотрите очерк нашего корреспондента Айселу Хафизовой. Слово «хиджаб» переводится с арабского как «покрывало». По мнению мусульманских ученых, он символизирует покорность Всевышнему, чистоту, целомудрия и благородство женщины. Соблюдающая мусульманка Ильсияр Дасаева досконально изучила все тонкости ношения хиджаба, когда переехала с супругом из России в Египет. Когда я туда приехала и начала изучать в том числе и хиджаб, какой он должен быть, правильный хиджаб, для себя открыла очень много нового. Ильсияр родом из Пензенской области. В старших классах она стала соблюдающей мусульманкой. После первого курса Пензенского пединститута вышла замуж за соотечественника и спустя несколько месяцев отправилась вместе с ним в Каир. Супруг стал студентом престижного мусульманского университета Аль-Асхар. В Египте так принято, что все мусульманки закрывают лицо. Ну, по крайней мере, кто приезжает туда учиться, все сразу же покупают себе новую одежду, все по шариату, все очень широкое. Постепенно изучая арабский язык и каноны ислама, российская мусульманка привыкла носить широкие черные покрывала, закрывающие лицо. А когда Ильсияр решила поехать на родину, чтобы навестить родителей, то поняла, что уже не сможет вернуться к своему прежнему облачению. Но египетский стиль в одежде тоже не годился для России. Он нетрадиционен для соотечественниц-мусульманок и вызывает негативные ассоциации в немусульманской среде. Я искала нужный нам вариант. И обошла, наверное, очень много магазинов. И все, что я находила, если это было широким, это было темно. Я поняла, что это не только моя проблема. Тогда я уже умела шить. Я себе сшила свой хиджаб для России. Через год Ильсияр сшила себе еще один наряд уже для Египта. Он был из черной переливающейся ткани и показался слишком нарядным для арабской страны. Поэтому мусульманка решила отправить его в Россию. Московская подруга наряд сфотографировала, вывесила фото в интернете и успешно продала. Посыпались заказы на точно такую же модель с вариантами цветов. Все, что я делала, это буквально разбиралось моментально. То есть я получала очень много заказов. И это было такое удивление для меня. И тогда-то мы начали уже производить ее в большом количестве. Те же самые модели, что у меня были в самом начале, я до сих пор их шью. Несмотря на первые успехи, поднимать бизнес в чужой стране было непросто. Как признается Ильсияр, без поддержки супруга она бы не смогла открыть свое дело. Разработав несколько фасонов, Ильсияр наняла египтянок, обучила каждую кройке и шитью по европейским стандартам качества. Теперь над производством и продвижением одежды под брендом Ильсияр трудится целая команда. А наряды поставляются в магазины крупных городов России и в европейские страны. Никого никогда не ищем абсолютно. Никого никогда не ищем. У нас как-то времени не хватает даже на это. Мы только к нам в основном сами обращаются. Ильсияр, как и большинство татар, относится к Казани с особым чувством. Вдохновившись красками летней столицы Татарстана, дизайнер решила отойти от своих базовых темных моделей для повседневной носки и создать необычные и для Казани, и для Египта облачения, не отходя при этом от норм шариата. Конечно, эта идея уже давно у меня назревала. Вот сшить полную гамму, все цвета удобных, хороших никаб. Потому что никаба – это тоже такая вещь, где требуется профессиональность в его разработке. Зона глаз выделяется, чтобы было его удобно носить несколько часов, чтобы было легко дышать через него, чтобы он нигде не давил, ничего не болело от него. Но впоследствии два года я готовилась к этому, чтобы выпустить эту коллекцию. Свою новую коллекцию светлых хиджабов из Сиары решила опробовать в Казани. И привезла партию в магазин «Мейден». Спрос возник с первого дня. Не у всех дизайнеров есть подобного рода одежда. Так как в Казани все многие чуть-чуть с опаской смотрят, если ты оденешь черный цвет. Из Сиары угадала и выпустила новую коллекцию с нежными оттенками. В одежде, кстати, очень прохладно. Я думала, в крэпш-фоне то, что будет жарко. Нет, очень даже ничего, очень хорошо и прохладно. Ильсияр и ее супруг вскоре завершат казанские дела и вернутся в Египет. Трое детей и бизнес не дают отлучаться надолго. Айсулу Хафизова, Андрей Гусев. Мир вам из Казани. Ну вот и все на сегодня. В этом выпуске мы познакомили вас с многообразием женской исламской одежды. Выбирайте то, что по душе. Ва саляму алейкум, уарахматуллахи, у баракятух. Мир вам! Субтитры подогнал «Симон»